В эфире программа «Ваши трудовые права», подготовленная совместно с Обществом Знания России. Сегодня тема нашей программы «Пора в отпуск». Приближается отпускной период, и каждый из нас хотел бы отдыхать в удобное время, вместе с семьей, в то время, какое он посчитал наиболее целесообразным, при этом вовремя получив отпускные. Это все прописано и предусмотрено действующим законодательством. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие требования предъявляются к работодателю по поводу правового регулирования отпусков. Каждому работнику, работающему по трудовому договору, полагается ежегодный оплачиваемый отпуск. Ежегодный оплачиваемый отпуск – это правовая категория. Обычно ежегодный оплачиваемый отпуск состоит из двух видов отпусков – ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. Они суммируются и образуют единый ежегодный оплачиваемый отпуск, который полагается каждому работнику. Если работник не имеет права на какие-либо ежегодные дополнительные отпуска, то ему будет предоставляться ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска установлена действующим законодательством в специальной главе Трудового кодекса, посвященном правовому регулированию отпусков, и продолжительность отпуска не может быть менее 28 календарных дней. Здесь необходимо отметить, что продолжительность отпуска достаточно высока по сравнению с многими развитыми странами, и отпуск этот не может быть уменьшен, в том числе и по договоренности между работниками и работодателем. Часто ошибочно работодатели начинают убеждать работников, что они могут договориться, и отпуск может составить 7 дней или 14 дней, ссылаясь на опыт других стран, например, Япония. Но на самом деле такого права у работодателя нет. Государством установлены минимальные государственные стандарты, защищающие интересы работников, и отпуска меньше 28 календарных дней быть в принципе не может. Меньше отпусков в нашей стране не бывает. Также работнику могут устанавливаться и дополнительные оплачиваемые отпуска. Их существует несколько видов. Перечислить все не представляется возможным в формате нашей передачи. Но самые популярные из них – это отпуска работникам, занятых на тяжелых, вредных, опасных условиях труда. Такие дополнительные отпуска, как правило, устанавливаются не менее 7 календарных дней. И предоставляются за время, фактически отработанное в тяжелых, вредных, опасных условиях. Под фактически отработанное время понимаются те дни, когда работник не менее половины смены работал во вредных условиях. Работодатель обязан вести специальный учет такого времени, отработанного во вредных условиях, и предоставлять работнику соответствующие отпуска. Кроме того, дополнительные отпуска устанавливаются и работникам, занятых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. Эти отпуска могут составлять 14-21 календарный день, в некоторых случаях 7 календарных дней. Кроме того, некоторым категориям работников установлены удлиненные отпуска. Удлиненные отпуска необходимо отличать от дополнительных, потому что удлиненным является именно основной ежегодный оплачиваемый отпуск. Например, педагогические работники отдыхают, как правило, 56 календарных дней, за исключением некоторых категорий, у которых отпуск устанавливается меньше продолжительности. Также выделяется отдельный отпуск работникам, занятым в режиме неполного рабочего времени. Это специальный режим, который установлен 101 и 119 статьями Трудового кодекса. Режим неполного рабочего времени устанавливается в самой организации по отдельным должностям, когда работа предполагает эпизодическое привлечение работника по распоряжению работодателя за пределами рабочего времени. В бюджетной сфере такие категории работников, как правило, устанавливаются учредителями соответствующих бюджетных учреждений. Когда работник попадает в число работников, занятых с режимом ненормированного рабочего дня, и это прописано у него в Трудовом договоре, он имеет право претендовать на специальный отпуск, ежегодный дополнительно оплачиваемый за ненормированный рабочий день, продолжительность которого установлена в 119 статье Трудового кодекса и не может быть меньше трех календарных дней. Этот отпуск, так же как и другие дополнительные отпуска, суммируется вместе с ежегодным отпуском и предоставляется работнику. В законодательстве установлены специальные правила расчета стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Эти правила установлены в 121 статье Трудового кодекса. В ежегодный оплачиваемый отпуск включаются практически все периоды работы, за исключением отпусков без сохранения зарплаты, которые в конкретный рабочий год работника превышают 14 календарных дней. Что это означает? Это означает, что в каждой организации ведется специальный учет рабочего года каждого работника. Рабочий год начинает идти с момента, когда человек пришел на работу в организацию. Например, если вы устроились на работу 1 сентября, то ваш рабочий год будет с 1 сентября по 31 августа. И именно в этот рабочий год вы должны будете отгулять те отпуска, которые вам предоставляются в соответствии с действующим законодательством. Если в этот период, например, работник возьмет 30 дней без сохранения заработной платы, то только 14 из них пойдут в стаж, дающий право на отпуск, а 16 не будут учитываться в стаж, дающий право на отпуск. Кроме того, в стаж не включаются отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. При этом отпуска по беременности и родам в полном размере будут учтены при предоставлении соответствующего отпуска. Право на отпуск возникает у работника, начиная с 6 месяцев непрерывной работы. Именно это требование установлено действующим законодательством. Как правило, первый год своей работы работник не включается в график отпусков. Действительно, когда мы пришли первый год работать, график, как правило, уже принят, и в нем сложно что-то менять. Поэтому законодатель специальной нормой закрепил право работника через 6 месяцев непрерывной работы потребовать предоставления отпуска. Работник должен подать соответствующее заявление с просьбой предоставить ему очередной отпуск, и этот отпуск должен быть предоставлен ему полностью. При этом, даже если работник через 6 месяцев еще не отработал полностью календарный год, ему все равно должны предоставить этот отпуск авансом. Работодатели, как правило, очень неохотно предоставляют такие отпуска авансом и предпочитают договариваться с работником. Но работники должны помнить, что у них есть право потребовать. А будут ли они договариваться с работодателем, этот вопрос останется на их усмотрение. В каждой организации в обязательном порядке существует график отпусков. График отпусков – это основной документ, по которому мы с вами ходим в отпуск. К графику отпусков устанавливается несколько требований в законодательстве, которые каждая организация должна соблюдать. Во-первых, принимается он не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года. То есть, как правило, с 17 декабря во всех организациях должны быть уже готовы к графике отпусков. В ряде организаций принимают даже специальное положение об отпусках, где прописывают порядок принятия этого графика. Хотя такое положение не является обязательным для каждой организации. График отпусков принимается с учетом мнения представительного органа работников по специальной процедуре, предусмотренной в 372-й статье Трудового кодекса. По процедуре учета мнения представительного органа. К сожалению, во многих организациях нет представительного органа, и соответствующая процедура тогда проводиться не будет. Но там, где представительные органы есть, первичная профсоюзная организация может защищать интересы отдельных категорий работников при составлении графика отпусков. Дело в том, что график отпусков обязателен для работодателя и работников. То есть, когда, например, нам поставили определенное время отпуска с 1 июля по 28 июля, то ни работник, ни работодатель не могут в одностороннем порядке поменять установленную дату отпуска. Они могут только договориться об изменении этой дате в порядке, предусмотренной локальными нормативными актами. И здесь у работодателя часто появляется возможность злоупотребления. Например, он не взлюбил какого-то работника и решил ему ставить отпуска каждый год в феврале или в ноябре, когда работнику неудобно, не учитывая интересы семьи, не учитывая интересы детей в этой семье. Что делать работнику? Как защитить свои права? Действительно, это право работодателя принимать такой график отпусков, который он считает необходимым. И вот здесь наличие представительного органа и проведение процедуры учета мнения представительного органа очень помогло бы работнику защитить свои трудовые права. Действующее законодательство предусматривает обязанность работодателя известить работника о времени начала отпуска. Это обязательное требование, которое касается всех организаций на территории Российской Федерации. Каждый работник должен быть в письменной форме, при этом не установлено в какой именно, главное в письменной, и завещен о дате начала отпуска. Конечно, мало верится, что кто-то забудет, когда у него начинается отпуск, но сделано это законодателем сознательно, чтобы были соблюдены все гарантии, связанные с отпускным периодом, чтобы работник в том числе вовремя получил отпускные, за две недели или под приказом о предоставлении отпуска, или специальным письменным предупреждением, работник должен быть извещен о время начала отпускного периода. Также есть специальные требования по оплате отпуска. Действительно, работник живет на заработную плату, и отпускные должны быть заплачены вовремя. Многие работодатели по стране сейчас нарушают обязанности и не предоставляют свое время на отпускные. Есть специальная статья, 136 статья Трудового кодекса, которая обязывает заплатить отпускные не позднее, чем за три дня до начала отпуска. То есть, если мы с вами собираемся в отпуск 5 июля, то 1 июля отпускные должны быть нам начислены. Что происходит, если работодатель задерживает отпускные? Ну, часто ссылаясь на то, что нет денег, или на то, что мы получим с вами отпускные во время заработной платы, необходимо помнить, что работодатель здесь совершает административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.27 кодекса об административных правонарушениях, то есть нарушение законодательства о труде. И организацию можно оштрафовать до 50 тысяч рублей, а руководителя организации до 5 тысяч рублей. При этом при повторном нарушении дисквалифицировать в судебном порядке, то есть лишить права работать на срок от 1 до 3 лет. Почему это сделано? Потому что работник должен получить отпускные, чтобы иметь возможность отдыхать, чтобы иметь возможность купить билеты в туристическую поездку. И не только задержка отпускных хотя бы на один день является нарушением, но и за задержку отпускных должны заплатить специальную денежную компенсацию, предусмотренную 236-й статьей Трудового кодекса. То есть если нам не заплатили отпускные за 3 дня, то мы можем требовать от работодателя компенсацию в размере 1,03 в ставке рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки. Неначисление подобной компенсации также является административным правонарушением по статье 5.27 КОАП. То есть работодатель крайне заинтересован, чтобы все работники получали отпускные вовремя. В некоторых случаях возникает необходимость продлить ежегодный оплачиваемый отпуск. Продление ежегодного оплачиваемого отпуска возникает в ситуациях, когда работник, например, был болен во время отпуска. Речь идет о периоде временной нетрудоспособности. Законодательство предусматривает автоматическое продление отпуска. Если работник был болен, работник предоставляет работодателю больничный лист, и происходит продление. Но в ряде случаев работник и работодатели могут договориться по взаимному желанию и усмотрению о перенесении отпуска на более удобный период, что должно быть оформлено документально, соответствующим заявлениям работника. Очень часто возникает вопрос, возможно ли перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Действительно, такая необходимость может возникнуть как у работодателя в связи со спецификой производственного процесса, так и у конкретного работника, потому что изменились планы у него, у членов его семьи. И, к сожалению, ни одна из сторон не может потребовать перенесения отпуска. Как мы говорили, график отпусков обязателен для обеих сторон. Но стороны могут договориться о перенесении отпуска в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом. Если и работник, и работодатели согласны на перенесение отпуска и изменение графика отпусков, то, как правило, это оформляется заявлением работника и согласием работодателя. Не менее часто возникает вопрос, возможно ли разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части, и как происходит подобное разделение. Разделение на части может происходить несколькими путями. Во-первых, сразу в графике отпусков может быть предусмотрено разделение отпуска на части. Во-вторых, это разделение может произойти при изменении по взаимному согласию сторон графика отпусков и перенесении части отпуска на соответствующий период. Часто спрашивают, а как можно разделить отпуск? Можно ли, например, 28 дней предоставить по одному дню? Нет, конечно. Отпуск и предоставляется для того, чтобы работник имел возможность отдыхать. Поэтому в обязательном порядке часть не менее 14 календарных дней должна быть отгулена целостно. При этом это может быть любая часть отпуска, в начале, первая или последняя, но 14 календарных дней работник должен отдыхать. А вот остальные части отпуска могут быть разделены по взаимному согласию работника-работодателя. Но работник не может требовать этого от работодателя, и работодатель не может требовать этого от работника. Они должны договариваться друг с другом по поводу того, как будет отпуск разделяться на части. Но самое главное, что мы должны с вами помнить, что вообще у работника есть право отгулять свой отпуск полностью все 28 или более дней. Как мы говорили, ежегодный основной и дополнительный отпуска суммируются и представляют собой ежегодный оплачиваемый отпуск. И разделение на части возможно только по взаимному согласию сторон. Еще один вопрос, который часто возникает, можно ли работника отозвать из отпуска? В отличие от ранее существовавшего законодательства, здесь работник защищен в гораздо большей степени. Теперь ни один работодатель, какие бы ни были причины, не может отозвать работника из отпуска без его согласия. Только если работник соглашается прерывать отпуск, что должно подтверждаться в обязательном порядке письменным заявлением работника, его можно отозвать из отпуска на работу. При этом необходимо отметить, что работник, если был отозван из отпуска, имеет право догулять свой отпуск в любой удобный для него период. Для этого достаточно просто прийти, написать заявление и уйти догуливать ту часть отпуска, которая не была предоставлена своевременно. Еще один вопрос, который часто возникает, можно ли заменить отпуск денежной компенсацией? Действительно, очень удобно было бы для работодателя, заплатил денежную компенсацию и работник продолжает работать. Но российское законодательство этого не позволяет. Установлены новые с 6 октября 2006 года более жесткие правила, которые говорят, что 28 календарных дней работник всегда должен именно отгулять, должен находиться в отпуске. Только часть, превышающую 28 дней, можно заменять денежную компенсацию. Да и то не всем категориям работников. Например, мы не можем с вами заменить денежную компенсацию льготникам, речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах, и мы не можем заменить денежной компенсацией отпуск дополнительный за тяжелую, вредную, опасную работу. Действительно, в этих случаях работник должен отгуливать свой отпуск. Очень часто возникает вопрос о предоставлении отпуска при увольнении. Эти отпуска так и называются. Отпуска с последующим увольнением. Они предусмотрены 127-й статьей Трудового кодекса. Но здесь важно помнить, что работник может только попросить предоставить ему отпуск с последующим увольнением право на предоставление отпуска с последующим увольнением у работодателя. И работодатель может без всякого объяснения причин отказаться предоставлять работнику отпуск с последующим увольнением. Тогда работник уволится в соответствующие сроки и получат компенсацию за неиспользованный отпуск. Еще один очень известный отпуск – отпуск без сохранения заработной платы. Отпуск без сохранения заработной платы также предусмотрен действующим законодательством. Речь идет о 128-й статье Трудового кодекса. И отпуск без сохранения заработной платы, как правило, предоставляется с согласия работодателя. То есть, опять же, право работодателя предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность этого отпуска никак не ограничена. Но в любом случае в заявлении работника должен быть указан срок, на который он просит предоставить этот отпуск. А во-вторых, в заявлении всегда должна быть указана причина, по которой работник просит этот отпуск. Причина уважительная. Ну, например, для ухода за больным членом семьи или для необходимости лечения в постоперационный период. Есть ряд категорий работников, которые имеют право потребовать отпуск без сохранения зарплаты от своего работодателя. Ну, например, для брака 5 календарных дней. В случае рождения ребенка 5 календарных дней. Пенсионеры по возрасту могут просить отпуск 14 дней без сохранения зарплаты, и он должен быть им предоставлен. Льготные категории перечислены в 128 статье Трудового кодекса. Мы ждем ваших писем, предложений в комментариях по электронному адресу, который вы видите на экране. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует...